Кто же он? Ваша версия. Свершилось. Я сделал это. Я сделал это. Ночь отчаяния. Я увидел тебя. Такого. И дал обет. Я сотворю тебя, спаситель. И вот. Вот, свершилось. Двадцать долгих лет прошло с той ночи. Двадцать лет я трудился. Я работал так, как, наверное, не под силу больше никому. Руки. Руки мои кричали от боли и усталости. Жар плавильной печи клеймил красными отметинами лицо. От яростного блеска расплавленной бронзы и серебра слепли, слепли мои глаза. Когда я ваял своего шестидесятифутового Марса, на руке у меня вот лопнула вена, кровь брызнула черным фонтаном и залила мастерскую. Я сделал за эти годы столько, что вокруг говорили, не может быть. Не может быть, чтобы это сделал один человек. Один. Один мастер. И все равно я знал, это не главное. Главное впереди. И иду к нему. Иду к чуду, которое явилось мне в ту, в ту страшную ночь. Иду к чуду, чтобы воплотить его в черном и белом мраморе. И вот я пришел. Я. Я здесь. И я создал тебя. Свершилось. Двадцать лет я трудился, сказал он. Тот, чье имя мы не называем. Он трудился гораздо больше всю жизнь. Он родился в 1500 году, умер в 1571. И все свои годы провел в великих трудах и великом творчестве. Жизнь и судьба его золотой нитью вплелись в судьбы многих людей 16 века. Правителей, воинов, политиков, художников. Чтобы назвать его имя, чтобы ответить на вопрос, кто он, ваша версия, мы войдем в мастерскую художника-воятеля, проникнем в кардинальский дворец, спустимся в страшную подземную темницу, поднимемся на самую высокую зубчатую башню замка, вступим в покой Папы Римского в Ватикане и распахнутся перед нами двери Лувра, резиденции французского короля Франциска I. Удивительная работа! Взгляните, мадам! Откуда эта монета, ваше величество? Кардинал Карнара привез из Рима. Великолепная чеканка. Да, гравер отменный. Но кто художник, кардинал? Рисунки сделаны первоклассным художником. Рисунки сделал тот же гравер, сударыня? О, у святого отца на монетном дворе такие блистательные граверы. Такой один, ваше величество. И что же он еще умеет, этот гравер? Все, сир. Все? Любопытно. Что же именно? Он ювелир, воятель, скульптор, художник, золотых дел мастер. Он режет по металлу, по серебру и золоту. Он обрабатывает драгоценные камни. Делает оправы для папских тяр, красоты несказанной. Из серебра, бронзы и золота создает он вазы различной величины. От самой крошечной до огромных кувшины, подсвечники. Он высекает статуи из мрамора и отливает из бронзы. Если так, он должен быть у меня. Да. Так что передайте его святейшеству, кардинал, что я прошу его... Боюсь, сир, ничего не выйдет. Папа не отдаст его. Не только потому, что нуждается в его работах, но этот человек сумел завоевать любовь его святейшества. Хотя, по правде говоря, характер у него далеко не из лучших. Я убью его! Перестань кричать, болва! Я убью его, святой отец! Клянусь, небом и адом! Разбойник, ты разбил мой любимый бока! Я убью этого, этого негодяя, эту скотину, доносчика, креветника, эту грязную собаку, эту вонючую свинью! Как ты смеешь кричать и ругаться в моих покоях, богохульних, в покоях папы, наместника бога на земле? Ах так! Я, значит, не смею кричать, а грязный лгун, висельник, бездарный ювелиришка Помпео смеет! Смеет клеветать на меня, обливать грязью, обзывать, вредить мне именно здесь, в покоях наместника Христова! Ты забыл, с кем говоришь, болван! Я папа римский! Это вы забыли, с кем говорите, святой отец! Я художник, золотых дел мастер! Римских пап было не счесть, и еще столько же будет, а я один! Да за такие слова я тебя в тюрьму отправлю, негодяй! Отправляйте! Хоть сейчас отправляйте! Хоть отдохну! А вашего доносчика Помпео я все равно убью! Убью! Если он не перестанет распускать обо мне грязные сплетни, и не перестанет за моей спиной плести интриги! Что ты заладил? Убью! Убью! Думаешь, тебе все позвольно? Одно убийство я тебе уже простил, не забывай! Это было не убийство, а месть! Я убил человека, который убил моего брата! Это убийство благословил сам Бог! Что ты плетешь, греховодник? Да-да-да, Бог проповедует справедливость, а я поступил справедливо! Значит, по законам Божьим! Я устал защищать тебя! Ты скандалишь, ругаешься, дерешься! Вечно с тобой какие-то истории! Вечно на тебя жалуются! Ты восстановил против себя половину Рима! Вместо того, чтобы тихо сидеть и работать! Благо дураку дан Богом талант! Словом так, либо ты завтра же заканчиваешь мою чашу, либо возвращай мне аванс, который я тебе дал! Пятьсот золотых эскуда! Что? Ах так! Ну, святой отец, ну, такого я от вас... Вот! Вот! Ваши деньги получите! Подумать только, а! И это, святой отец, я знать больше не желаю! И не видать вам вашей чаши, как... Вернись! Слышишь, что я тебе сказал? Мерзавец, вернись! Ну? Ну, вернулся. Дальше что? Пересчитать хотите? Не верите? Конечно, конечно! Ведь вы же привыкли иметь дело с плутом Помпео! Да замолчишь ли ты, дурень несчастный! Подбери золото! Ну! Сейчас. И уходи! И заканчивай чашу! Как сможешь! Вот! Фу! Вот видите, святой отец! А ведь не прояви я сейчас твердости характера, мы бы, глядишь, и поссорились! Я бы не простил вам обиды, а вы бы потеряли художник! И вот еще что, святой отец! Вы хорошо сделаете, если запретите ябедникам и клеветникам дурачить вас! Говорю вам для вашего же блага! Ты все сказал? Ну, теперь послушай меня! Я очень болен, малыш! Я скоро умру! Ну! Да! Да ну вот еще! Как это умру? Да как это ни с того, ни с сего умру? Я боюсь за тебя! У тебя много врагов! И самый опасный враг, герцог Форнезе! Ему не верь! Пока он только кардинал, но когда меня не станет, бойся его и будь осторожен! Кое-кто не любит тебя, многие боятся, почти все завидуют. Ну, такова твоя судьба, судьба, отмеченного даром Божьим, а защитников у тебя нет. Я любил тебя, малыш! Всегда помни это! Через неделю я сделаю вам чашу. Сделаю, святой отец. Брошу все дела. Это будет лучшее из того, что я сделал. Подай-ка мне тонкое сверло! Асканер! Сейчас! Вот оно, учитель! Ух ты! Чаша почти готова! Она прекрасна! Он сказал, я болен, я скоро умру, не верю, асканю. Я так привык к тому, что он живой. еще он сказал, я любил тебя, малыш. Малыш. А мне уже почти сорок. Да, малыш. Так он звал меня давно, когда я только что приехал в Рим из Флоренции. Да, Асканю, я был тогда музыкантом. Отец хотел, чтобы я играл на флейте, заставлял меня без конца упражняться. Ух ты! Интересно. Да, если б ты знал, Асканю, как я ненавидел флейту. Почему? Ну, воля отца. Я был послушным парнем, наверное, поэтому я сейчас такой бешеный, слишком уж долго пришлось мне подчиняться. Да, отец привез меня в Рим. Я хочу, чтобы тебя послушал папа Климент. Он понимает музыку. Ему понравилась моя игра. Он взял меня в свой оркестр. Оркестр? Да. Ух ты! Но потом я все-таки удрал и стал учиться у золотых дел мастера. Я хотел заниматься только этим делом. Ну, а потом? Что было потом? Ну, что, позор. Я стал служить папе Клименту. Нет, не по обязанности. Я... Я полюбил его. Я не хочу, чтобы он умер, Асканию. Умер его святейшество папа римский Климент седьмой. Субтитры Учитель, остановитесь. Пойдемте другой дорогой. Ничего. Улица тихая, пустенная. Толпы нет. Идет Помпео со своими наемниками, учитель. Ах, он уже ходит с охраной, наш храбрый Помпео. Он не забыл моих советов. О, приветствую тебя, гениальный мастер. Что же ты взял так мало людей для охраны, Помпео? Он всего 13 человек. Да, мое любимое число. Правда, рожи бандитские. Ой, мне не страшны твои насмешки, сеньор любимчик покойного папы. Скорее, ты теперь должен бояться. Помпео, ты не задирай меня. Сегодня я не хочу ссор и злобу. Я иду из храма святого Петра. А, да, 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 да. У тебя горе. Как же умер твой покровитель. Кто теперь защитит тебя? Кто покроет твои бесчинства? Помпео! Ты беззащитен. Умер твой покровитель, за которого ты прятался. Уйдем отсюда, учитель. Стой! Я прятался. А ну, повтори, повтори, собака. Легко быть храбрым, когда тебя укрывает лиловая сутана папы. Мне жаль тебя. Никто теперь не будет платить за твои поделки столько, сколько платил тебе папа Климент. Да и честно говоря, у папы же не было вкуса. У него был вкус грубого простолюдина. Ну, видит Бог, я долго терпел. А, получай, собака! За папу, за меня. Стража! Ой, стража! А тут бежишь, бежим, бежим, уходим, скорее! Учитель! Вы его убили. Я только один раз ударил кинжалом. Он сам виноват. Не надо было ему смеяться над папой. Ты безумец. Ты сумасшедший. Кто это? Кто это так противно кричит, сеньор Карна? Птица, животное, какой... Ах, какой мерзкий голос. У меня в саду живут павлины. Ты что, не понимаешь, что убил человека? Что тебя разыскивают? Ты будешь жить тут, пока новый папа не решит твою судьбу. Я постараюсь вымолить тебе прощение. Новый папа? Его уже избрали. И кто же он? Бывший герцог Форнеза. Теперь папа Павел Третий. Ах, повезло. Да, он еще припомнит мне ту вазу. Папа полбеды. Страшнее его незаконный побочный сын Пьер Луиджи Форнезе. Дряной человечишка. Алчный, жестокий, мстительный, завистливый. И умеет повлиять на папу. Да, да, да. Да, он один раз уже поцелал ко мне убийцу этот червяк. Ты его знаешь? И ты с ним тоже поссорился? Нет, нет, я не ссорился, ваше Преосвященство. Я не смогу защитить тебя, мастер. Это безнадежно. Значит, он в доме кардинала Корнару? Да, святой отец. Мы выследили его. Он убийца. Он убил ювелира Помпео. Он... Смотри, смотри, Пьер Луиджи. Какие прекрасные монеты чеканил он для папы Климента. Нигде в мире нет таких. Надо будет вернуть его на монетный двор. Я хочу, чтобы он и мне чеканил монеты. Вы что же? Не предадите его смертной казни? Германский император Карл Пятый приезжает в Рим с визитом. Воевали мы с ним. Теперь мир. Встретить надо хорошо. Сегодня же выправлю ему охранную грамоту. Святой отец, послушайте, а закон? Ты в этом не разбираешься, сын мой любящий. Святой отец, послушайте. Такие люди, как этот мастер, закону не подчинены. Отправить на виселицу такого художника. Так, при чем здесь? Спешишь, спешишь, Пьер Луиджи. Всегда-то ты спешишь. Пусть делает подарки Карлу. Ребятки, детки мои, оно веселее, веселее. Живее работайте, время не ждет ребятки. Асканю, Асканю, подержи-ка этот лист. Давай, вот так. Следите за печью, поддерживайте огонь. Хорошо, учитель. Учитель, а кому вы дадите оправить алмаз для перстя? Это могу сделать только я сам, Асканю. Ах, Асканю, я буду работать как поэт. Я тоже. Я сделаю к нему оправу дороже самого камня. Император будет доволен, вот увидишь Асканю. И папа, конечно, тоже. А ну, ребятки, надо спешить. Надо спешить, осталось полтора месяца. Живее, живее, друзья мои. Император был в восторге от твоей работы, мастер. Просит отпустить тебя к нему на службу. Какой хитрец, а? Ну, я ответил. Такие мастера нам и самим нужны в Италии. Это была нелегкая работа, святой отец. Знаю, знаю. Но ты с ней отлично справился. Я обещал тебе тысячу эскуда. Но подожди, мой дорогой мастер. Я дам тебе иную награду за твои таланты. Ты заслуживаешь больше, чем тысячу эскуда. Я знаю тебе цену. Будь покоен. Святой отец. А теперь иди. Я устал. Ваше святейшество. Я не нахожу слов. Ступай, ступай. У нас много времени впереди, чтобы обо всем поговорить. Теперь я тебя слушаю, Фьер Луиджи. Говори. Десять лет назад, когда враги осаждали Рим, папа Климент поручил этому любимчику защищать замок святого ангела. Там папа укрылся от битвы. Знаю, знаю. Я был свидетелем поразительного бесстрашия художника. Знаю, какие подвиги он совершил в данном сражении. Но вы не знаете другого. Папа Климент отдал ему на сохранение все свои драгоценности. Этому есть свидетель. Бесценное сокровище. И на днях мне донесли, что негодяй присвоил сокровище себе. Не вернул их папе. Вернее, вернул не целиком. Святой отец, возьмите его под стражу. Отдайте под суд. Потребуйте выдачи сокровищ. Такое богатство. А вы же знаете, я... Я нуждаюсь. Я очень нуждаюсь. Эти деньги помогли бы мне достроить виллу. Так, так, так. Шаткое обвинение. Трудно доказать. Чтобы бросить человека в тюрьму, нужны неопровержимые факты, сын мой. Да. Как вы великодушны, святой отец. И это по отношению к человеку, который всюду говорит, что ваше святейшество негодный властитель. Что тиара плачет на вашей голове. И вот это что? Что вы похожи просто на разодетый сноп соломы. Он так говорит... Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Я же говорил тебе, Пьер Луиджи, не спеши. Не спеши. Всему свое время. Отпустите! Отпустите меня, мерзавцы! Куда вы меня тащите? Что вы хотите от меня? У меня охранная грамота от папы. Замолчи, замолчи, дурачина. Есть приказ арестовать тебя. Приказ? Чей приказ? Его святейшество. Негодяй! Ах, мерзавцы! Прежде чем меня судить, подите и справьтесь с ведомостью драгоценностей, которая и значится в ней. И значится вот уже 500 лет. В книгах записаны все драгоценности папы. Все. Все в целости. Вы не найдете там ни одного потерянного камня. Ай, чуть не год я уже в этой камере. Обо мне... Обо мне все забыли. Все! Все, кроме тюремщиков! Убегу. Все равно убегу. Вот и обед. Ешь! Давай грязные простыни. Вот тебе чистые. Да нет у меня. Нет у меня никаких грязных простыней. А ты же их взял. А вот еще взял. Когда это? Не помню. Взял? А, это вот... Это тебя. Бог наказывает. Память отнял. Зачем служишь в тюрьме? Сережешь невинных, мучаешь людей. Зачем? Это ты, что ли, невинный-то? Сколько бы убивал, я не убивал. Я наказывал. И, знаешь, не твое дело. А простыней нет. Ты же вчера забрал. Откуда я тебе их возьму? Чудно. И неделю назад та же история. Неужели ты впрямь память потерял? А может, ты прячешь? Где я их прячу? Посмотри. Правда. Негде. Ну, ладно. Бери чистую. Ага. О, спасибо. Спасибо. Спасибо, старый хрыч. Хорошо, что Тефиак не осмотрел. Там три просто не спрятаны. Отличное плотко. Не может быть. Этого не может быть, Пьер Луиджи. Это так, святой отец. Негодяй сбежал. С такой высоты? У него что, были крылья? Нет, у него были грязные простыни. Невероятно. Куда он скрылся? Его видели у виллы кардинала Корнаро. Простите. Мне было не к кому больше идти, сеньор. Лежите, лежите, мастер. Я сейчас пошлю за доктором. Нет. Нет, не надо. Не надо. Он может донести папе. Но вы в таком состоянии. У вас сломана нога. Ничего, ничего. Главное, я убежал оттуда. Убежал. Я знаю, я подвергаю вас опасности. Ведь если папа узнает... Я не отпущу вас, пока вы не поправитесь, мастер. Если даже папа узнает, я не думаю, чтобы он опять приказал арестовать вас. В конце концов, вы не виноваты. По приказу его святейшества вы арестованы за сопротивление властям. Вы рассказали нам какую-то сказку, кардинал. Поверьте, это чистая правда, герцогиня. Удивительный человек. Мало того, что талантливейший художник, мастер, он еще и воин, и бесстрашный борец. Нет, он должен быть у меня, кардинал. Я не успокоюсь, пока не отберу его у папы. Кардинал, у папы Павла есть какие-нибудь слабости? Породистые лошади, герцогиня. И французское вино. А где сейчас этот несчастный? Все в том же замке святого ангела. Да, сир, только не в верхней башне, из которой удалось ему вылететь, а в подземелье, откуда еще не вышел никто. Все. Все, конец. Больше не могу. Два года заточения там, на башне, наверху, я выдержал. Там было солнце. Дважды меня пытались отравить. Ко мне поцелали убийц. Я все выдержал. Там было солнце. Мне хотели отнять надежду. Я уберег ее. Во мне хотели убить веру. Я сохранил веру. Я думал о жизни, о свободе. Я хотел жить, потому что там было солнце. А здесь? А! Здесь в подземелье тьма. Тьма Два месяца. Ни щелки, ни крошечного отверстия. Камень. Мокрый, мокрый, холодный камень. Мокрый, холодный пол. Я. Я в грязной, вонючей воде. Эти капли, падающие из потолка на пол. В воду. О! О! Беспрерывно. И тьма. Нет, 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 я больше не могу. Сейчас я умру. Вот. А! Вот. Вот это бревно. Я смог подтащить его к потолку так, что через минуту-другую она упадет и раздавит меня. Я. Я жду этой минуты, как счастье, Господи, Христос мой, перед которым я предстану сейчас. Только об одном молю тебя. Сделай чудо. Пошли мне хоть крошечный лучик света перед смертью. Хоть отблеск солнечного луча. А! Что это? Боже мой. Что это? Свет! Свет! Ты, создатель прекрасной лучезарной, ты, ты, сияющий, как белый мрамор, ты пришел. Что ты задумал? Убить себя? А! Послаб я духом и телом. Боже мой, Боже мой, Боже, прости меня. Предоставься могущему Богу управлять твоей судьбой и не теряй надежды, милости и могучицы. Смотри, смотри, вид, что ты видишь. Чёрный крест и твое, твое распятое божественное тело на кресте. Тело из белоснежного мрамора. Ты должен жить. Ты будешь жить. Ты сделай это. Я сделаю это, Создатель. Я сделаю чёрный и белый мрамор. Теперь усилийся. Не думай ни о чём. Не бойся ни о чём. Через несколько дней ты будешь свободен. Я буду свободен. Я буду жить. Я даю обет. Я создам тебя, Спаситель мой, из белого мрамора. Изумительный конь, кардинал. Не конь, а сказка. Арабская сказка, ваше святейшество. Чистых кровей. А вот эти два бочонка из личного погреба его величества короля. Не хочу, чтобы король Франциск превзошёл меня в щедрости. Не говоря уже о том, что во Франции тоже есть тюрьмы. Кардинал, вы ведь завтра возвращаетесь во Францию. Вот и захватите с собой нашего бунтаря. Передайте его королю Франциску вместе с моей благодарностью за арабского коня и вино. Свобода, свобода. Небо, сон, свобода. Я, я стосковался по молотку, стамеске, резцу, пожару плавильной печи. Эй, Асканио, ты ничего не забыл? Ты взял свои инструменты? Нет, нет, я ничего не забыл. Молодец. Мастер, послушайте меня внимательно. Это хорошо, это хорошо, что король так расположен к вам. Но главное, чтобы вы добились расположения герцогини Детамп, любовницы короля. Я знаю ваш характер, мастер. Запомните, если она вас не взлюбит... Да-да. Я постараюсь ей понравиться, кардинал. Вперед! Мне не терпится узнать, какие работы и закажет мне король. Вперед! Ну, вот вам мой заказ, мастер. Мне нужна дюжина светильников для стола. И не просто светильники, а серебряные статуи в мой рост. Шесть богинь и шесть богов. Начнем с Юпитера. Вы заказываете целую поэму, государь. Вряд ли какой-нибудь воятель, кроме античных, сможет сделать подобное. Надеюсь, выполнить заказ не хуже античных мастеров. О, а вы не хвастаетесь, маэстро? Я никогда не хвастаюсь, герцогиня. И вас не поражает фантазия короля? Мои фантазии бывают намного смелее, сударыня. Сударь, мы при дворе не привыкли к такому тону. Так же, как и я не привык к подобным вопросам. Браво, флорентиец, браво. Герцогиня, вы потерпели поражение. Сдавайтесь. Герцогиня, быть может, я дерзок. Я готова простить ваш тон. Сделайте для моей часовни фигуру Христа. Может быть, распятие. Герцогиня, будьте милостивы. Закажите что-нибудь другое. Но мне нужна именно фигура Христа. Я этого сделать не могу. Вы что, не понимаете? Заказываю я. Я дал обет посвятить эту работу Богу. Так. Значит, вы мне отказываете. А ведь я предупреждал вас, мастер. Ну что, ну что же мне теперь делать, кардинал? Вот уже полгода я не могу спокойно работать. То у меня хотят отобрать мастерскую по приказу герцогиня. Только значение отпускает серебро для статуи Юпитера. Будто бы король все серебро отдал на часовню. Она настраивает короля против вас. Я знаю точно. Чертова баба. Сделайте ей хороший подарок. Она это любит. Завтра же и отнесите. Сами. госпожа герцогиня. Пришел этот флорентиец. Что ему надо, Жуан? Он просит принять его. Он принес подарок. Пусть подождет. Сейчас двенадцать? Прекрасно. Я должна заняться туалетом, потом обед. Пусть подождет. Мадемуазель, я сижу здесь шесть часов. Герцогиня занята, она примеряет платье. Ах так? Ну тут передайте вашей герцогине, что я не шут, не лакей, не придворный шаркун, я художник. Кто это здесь шумит? Герцогиня, я ухожу. Я уношу свой дар. Отдам его первому встречному оборванцу на улице. Да-да, он и то достойнее такого подарка. У нас художников достоинства не продается. Не то, что ваша любовь. Больше вы меня не увидите, герцогиня, прощайте. Ну ты меня еще вспомнишь, художник. Не могу поверить, герцогиня, он что, сошел с ума? Он невыносим, государь, он оскорбил меня, но я бы все снесла, если бы он вас не обманывал, ваше величие. Обманывает меня? Подумайте сами. Прошло столько времени, как вы заказали ему светильники, а он... Слуги, слуги, этого флорентийца немедленно ко мне. Немедленно тащите его сюда. Чем я прогневал, ваше величество? Черт возьми, мастер, я дал вам мастерскую, дал вам материалы, дал вам денег, наконец, а где работа? Ваше величество, я работаю? Для кого? Я приказал вам сделать 12 статуй, где они? Что вы делаете, ваше мастерской, черт побери? Ваше величество, бог-свидетель, все эти месяцы, что я живу в Париже, я трудился только для вас. Для меня? Но мне говорят, что... Я не знаю, что говорят вам мои враги, сир, но будьте справедливы. Я сделал для вас, по вашему желанию, большую солонку из серебра и золота. Вы сказали, что ничего прекраснее не видели. Я сделал вам для часовни отлитую бронзовую дверь с различными фигурами и цветами. вы восторгались. Я сделал, по вашему желанию, фигуру Марса в 60 футов высотой в саду моей мастерской. Вы приходили, вы удивлялись и радовались и распорядились, чтобы я отлил ее в бронзе для парка Фонтенблоу. Да, 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 все это так, это верно. Вы много сделали, но статуи, серебряный светильник Юпитер. Мастер, через месяц ко мне приезжает император Карл Пятый. Я хочу, чтобы к его приезду этот светильник стоял в большом зале Фонтенблоу. Юпитер готов к отливке, государь. Да уж, сделайте его и тогда будет видно. Да, но если вы не выполните заказ, сударь, знайте, я не люблю, когда мои приказы не выполняются. Я лишу вас помещения и содержания и вам не следует быть таким дерзким. Я этого не люблю и не допущу. Ступайте. Герцогиня, он не так уж виноват. Он действительно много работал. Он сделал мне несколько поистине прекрасных вещей. Сир, у вас редкое сердце. Вы великодушны. Но я не уверена, что он сделает Юпитера. А если сделает, император Карл разбирается в искусстве сир. Может быть, не стоит ему показывать несовершенное произведение, чтобы не вызвать насмешки. Я предлагаю другое. Втайне от вас, чтобы сделать вам сюрприз, я велела доставить из Италии двадцать великолепных античных статуй, подлинники великих скульпторов. Мы поставим их в зале Фонтенбло. Это будет потрясающее зрелище, государство. Как вы умны, моя любовь, как умны. Пасканьо, я должен победить Юпитер последней надежды. Я должен победить Асканю. Успокойтесь, учитель. Сегодня ночью мы закончим отливку. Это божественная статуя в зале Фонтенбло. В огромном пустом зале она будет выситься, как настоящее божество. Она поразит всех. Следи. Следи за работой, Асканю, а я пойду в Лувр к королю. Да, да. Скажу, что через неделю могу перевезти статую Фонтенбло. Я прослежу, учитель. Доложите обо мне его величество. Его величество не принимает. Как? Но ведь я входил к королю в любое время. Его величество распорядился. «Если явится этот наглый флорентийц, передайте ему, что я не желаю его видеть и чтобы он не подумал даже перевозить свою статую в Фонтенбло. А если он начнет дерзить, пусть вспомнит, что во Франции тоже есть тюрьмы и тюрьма Шатле ничуть не хуже крепости святого ангела». Все. Конец, конец. Она победила. Конец. Боже, как горит голова. Герцогиня. И с ней посол Карла Пятого герцог Медина Сидония. Спрячусь. Спрячусь. Судариня, мне нужно сказать вам нечто важное и секретное. Здесь, в Тишине, это сделать всего удобнее. Я вас слушаю, господин посол. Герцогиня, ваше влияние на Франциска I сильнее, чем любого из министров. Император Карл сумеет щедро вознаградить того, кто даст хороший совет королю. Вы, разумеется, знаете, что Карлу предлагают герцогство Миланское. Но Милан разорен войнами, Карлу невыгодно брать его, он предпочел бы Неаполь. Герцогиня, император Карл просил передать вам вот этот перстень с великолепнейшим алмазом. Боже, какая красота. Что от меня требуется? Император Карл согласен уступить королю Франциску Милан. Разумеется, за солидную ежегодную плату. Я не торгую своим влиянием на короля. этот алмаз когда-то был подарен Карлу Папой Павлом. Ему нет цены. Подобного бриллианта нет в целом мире. Карл согласится стать правителем Милана, сударь. Я был уверен в вашем уме, сударыня. Честь вею. Какое чудо, какой блеск, какая игра света. Но ведь я права, камни недурно, сударыня. Вы? Откуда? Что вам угодно? Не пугайтесь. Этот алмаз когда-то был в моих руках. Я сделал для него оправу по просьбе Папы Павла. И Папа подарил его императору Карлу. Бесценная вещь. Только вот не знаю, понравится ли королю Франциску, что его любовница принимает подарки от императора. Разумеется, король сразу поинтересуется за что? Подслушали. О, что вы, я совершенно случайно о герцогине. Что вы хотите за молчание? Только одно. Чтобы моя статуя была в Фонтенбло. Учитель, учитель, в этом зале двадцать античных статуй, а наш Юпитер стоит в самом темном углу. Его и не видно. Его не видно, учитель. Асканио, твой старый учитель тоже не дурак. Смотри, к постаменту статуи я приделал четыре колесика, видишь? Статуя катится, а в поднятую руку Юпитера я вложил фаркел. Сейчас вечер темнеет, герцогиня все-таки решила напакостить. Она рассчитала, что король и гости придут сюда к ночи, и Юпитер наш не будет виден. Но она просчиталась, Асканио, она не учла моей фантазии. А, король, прибыл король Асканио. Что же нам делать? Послушай, как только все войдут в зал, я зажгу факел, и моя статуя будет освещена сверху ярким светом. А ты стань позади статуи. И как только король войдет, подтолкни ее. И она поедет навстречу королю. А? Гениально, учитель. Толкай, Асканио, толкай. Факел горит. Горит. Ты гений, Флорентинец. Ты гений. Никогда ничего подобного ни у кого, ни где. Ты гений. Благодарю тебя. Прости меня, мастер. Я виноват перед тобой, но ты победил. Ты победил, и я склоняюсь перед художником. Говори, что ты хочешь. Я выполню любое твое желание, флорентинец. Отпустите меня в Италию, сир. Ты покидаешь меня, мастер? Не навсегда. Я еще вернусь, но я должен выполнить обет. Я оставлю вам своих учеников, а они будут работать для вас. Прощайте, государь. Свершилось. Я сотворил тебя. Сотворил тебя, спаситель, здесь, в монастыре во Флоренции на моей родине. Я сделал главное в моей жизни. Свершилось черный, черный мраморный крест, и ты, распятый из белоснежного мрамора в человеческий рост, я создал тебя. Теперь мне не страшно уйти из жизни. Я сделал главное, и я счастлив. Свершилось. Сверхислый мраморный крест, и я сделаю Так кто же он? Ваша версия. Оформление Людмилы Барановой. Алексей Бурзунов, Тамара Дегтярева, Владимир Вихров.